Печали Ответа с терпением ждать Не слез, не стыдись, сколь бывают О них иногда на глазах Их многие не понимают В своих зачерствелых сердцах Зачем улыбать и домиться? Зачем нам так часто вздыхать? Сильнее нам нужно молиться Ответа с терпением ждать Поплачем и лечим друг с нами Как камень в души, как упадок Вдруг есть, скоро час тут наставит Все слезы спасителя трет Зачем улыбать и домиться? Зачем нам так часто вздыхать? Сильнее нам нужно молиться Ответа с терпением ждать Отдай все Христу на служение И крест свой неси до конца Направь к небесам все стремления Служить и Христу все сердца Зачем улыбать и домиться? Зачем нам так часто вздыхать? Сильнее нам нужно молиться Ответа с терпением ждать Зачем улыбать и домиться? Зачем нам так часто вздыхать? Сильнее нам нужно молиться Ответа с терпением ждать Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! В этот день мы сегодня Братья, которые у меня напоминали Значение или вспоминание этого дня Исторические события Но часто слышали Я так говорил и поповедя Что Дух Святой сошел на землю А сегодня на землю На земле он носился даже в претворении земли Дух Господень носился на земле С того времени Дух Святой Дух Господень И Дух Святой это личность И вы знаете, я хочу сегодня поговорить о том Что он не прошел сойти на землю А мне слышали сегодня Брат Виктор читал И братья читали Из-за лю от Духа На всякую плану плод, но не на землю К сожалению, мы сегодня Живем на этой земле Идея Престолса Христа Не хотел бы прочитать один момент Иисуса Христа Так, Коля сегодня прочитал Луки 24-я последняя глава Двое и шли по дороге Эмаус И рассуждали А чем они рассуждали? Давайте возьмем еще чуть-чуть дальше Иисуса разбяли Похоронили Ученики Ученики что иисус во гробе не оказался и вот он нет заметьте рядом ходить со христом так как мы ходим церковь служение слушаем проповеди слушаем действие духа святого слушай вчера ночь уехали позволил мне телефон здесь в америке с далекой стопок уверения плачет я думал что тут страшное случилось видает сестра я только сегодня не только сейчас и вот у тебя очень серьезная беседа я еще за рулем я не могу я поменяюсь и когда я буду за нервы за рулем я тогда смогу но за это время я молился господи что это за человек что он и бог сказал она в страхе и она не может найти кому открыть боль в душе своей кто бы кто понес его как молиться она нуждается и она очень и очень разбита изранена и это последняя надежда боже если ты слышишь меня дай мне ответ если угодно тебе дай мне ответ дух святой это личность это личность знаете она сначала когда перезвонила и начало мне говорить откуда то я умею и я сказал что я буду молиться некоторые моменты назвал и вот здесь не вспомнилась по дороге вот эта картина иисус на земле с учениками окружает так как мы часто служение в общении с народом божьем слышим проповеди а откровений не однажды в одном месте брат принес вы помните такой такая толщиной как нас были толстые тетрады они там сорок четыре копейки створили а вообще да 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 ну на наверно в два раза толще я вот это сделал и вот там его все откровения когда что было сказано но я смотрю так это листочки хорошо пользуюсь а ты можешь мне дать библию свою которую пользуюсь эти дни аллах дай мне библию а зачем ну мою то что я читаю а когда ты я читал я не помню каком году ты последний раз читал библию и вот этим талмудом желание или цель дьявола украсть сегодня от христиан от народа живого это читать библии и молиться читайте откровения и там его осмотр подчеркнуто исполнилось полу исполнилось не исполнилось расследовать что это за сосуд такие надписи дорогие мои братья и сестры и залью от духа моего на всякую площадь это не изолью от духа моего для того чтобы мы заводили эти тетради и потом считали и библию не надо потому что это что же откровение буду всегда важно когда мне говорит господь и когда я был последний я не советую это на своем деле сосуды и молитвенники откровения это на своем месте они это не унижают но лучший путь превосходнейший как сына и дочери это лично индивидуально говорит с отцом и отец говорит сыну и дочери я бы хотел чтобы сегодня мы задумались немножко на некоторых моментах я хочу остановиться но вы знаете я хочу продолжить час потом возвращусь к этому за ученику и когда им сказали что христоса креста там нету обязательно и одним шли потом бежали а как бежали и они побежав увидел его нет и полное почему почему и страх вот так мы живем ходим церковь служение слушаем тут друг что-то в жизни обстоятельства бог допускали бог проверяя знаете кто учился учиться в школах колледжи университетов и есть лекции есть сессии и есть экзамен то есть итог того что ты усвоил и что ты знаешь вот бог нам иногда делает этот экзамен ты вас а вот как вот как вы знаете не сегодня он говорил это стихотворение маленькая давид и там в мичигане мне очень понравилось если ты не научишься слушать бога иногда лучше того что мы задумались на тему туда вы зашли что мы на голове и что мы делаем бог иногда делает эти остановки и вот ученики они были шокированы тем что иисуса нет а почему они были шокированы дорогие мои можно ходить в церковь можно принять крещение можно говорить на языках и бога не видеть и не знать не знать и перепугаться точно как ученики его нет его дома моем нет в его семьи моем нет он не отвечает он не спасает он не не стеляет он не поднимает но бог делает это дает для меня экзамен для того чтобы я пришел в себя что я нахожусь в какого-то корито и чем-то питаясь но не истиной когда я читал слово божие и как я читал эту слову божью я думаю что в себе хорошо знаете такого мужа божьего я может буду говорить эту тему но не сегодня мой чуть-чуть затронул приезда помните все его и там такие моменты если кто читал то там есть моменты что он как любил слово божье и как любил бога это его было неотъемлемо час если я так бегло просто пройдусь в том что когда он обратился к царю и когда они пришли что царь сказал заметьте одну одну сторону я понимаю если бицар пришел и сказал подчиненному это своему заместителю или допустим пришел сказал но виктор ты должен сделать только кто-то помоги в том 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 я я этого прошу тебя и когда царь пришел и я даю тебе то я даю тебе то я даю тебе то я посылаю и там я посылаю из тех я посылаю чтобы священник у родились еще никого свободе от налогов и все это делается царь царь что ты делаешь рука господня на языке а почему а потому что язык я любил бога бог любил его и язык я любил слово божие и пребывал слове и жил по слову и жил боге вот где сила мы говорим что мы духовные мы говорим что мы сегодня пятидесятница но мы сегодня не исполняемся духом святым когда мы последний раз были движение духом святым когда мы последний раз были владими духом святым и вот ученики когда пришли туда увидели его нет и пришли и там помните христос пришел и вот этот момент зачитаю когда вы слышали брать николай читал его прицепились и тогда открылись у них глаза и он не узнали его и он стал невидим для него и они сказали друг другу не говорили на в нас сердце наше когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам писание проблема когда мы не пребываем слове божьем мы не узнаем голоса божьего когда мы не пребываем слове божьем не читаем его мы никогда он и рядом будет идти как с этим учениками мы будем говорить много на языках мы можем очень много молиться но не увидите вот что он рядом стоит со мною как все идет со мною в этой ситуации в этой обстановке в этом нужде в этом доме он есть но я не вижу его глаза удержаны почему потому что они не пребывали слове они не пребывали слове и в молитве проблем что ученики были спокойны что они были спокойны что с ними христос многие сегодня спокойны что начали церкви но я не сегодня спокойны что они что-то доделали что накрещенные духом святым и говорят на странных языках но на языке духа святого это очень важно сегодня много говорят на языках но и завидуют кревешут поносят лгуют но это не язык духа святого не может быть из одного источника горка и сладкая вода не может братья и сестры не может как бы вы ни тулили его не приспосабливая но там не можно совместить две эти вещи чтобы одном источнику было то и сделайте сокар воды чтобы было полстакана горку по столкану ну попробуйте так делать вас получится она у нас видите получается в церкви на языках так даем это странный язык а так я вспоминаю одного брата который так молился и он все временно языком стали на коленях только на языках и поймите не сказать что вас и противоговорение языков нет исполнить и когда случилась она установка и просто брат сказал сказал брат ты понимаешь что ты как-то задумываясь над этим и проконтролируя себя ты так иногда на языках все на языках на языках стоишь на проповедь идешь ты на языках ну понимаю когда дух святой не за но скажи всегда ли в тебя дух святой при говорении языков он стал братья и сестры видите пастры церкви против духа святого он запрещает не говорит на языках это это хуликин духа святого да богопротивник и пошел и пошел и пошел ну там правда братья промолчали а старушка сидела но и брат брат вот твои и странные языки лучше замолчи ты уже все показал на деле уже все показал теперь мы поняли и увидели кто в тебе живет и кто говори но не дух святой видите дух святой это личность извините не может быть там как сегодня сказано было если были внимательны что мы огорчаем а потом господи прости амсорий так легко нет братья и сестры нет это не работает там достойный плод покаяния если огорчил дух святой эту личность читаем деление апостолу первую главу он дал повеление христос дал уходя повеление не от себя нет свой имени как сын божий на что он имел право но первой главе мечтает он дал повеление духом святым здесь он показал что роль духа святого важнейшая роль остается действие на земле спаси невесту церковь привести невесту а если мы не огорчил а я не помню сколько лет уже он огорченный и сколько лет его нет я не помню дух святой это не человек что сказал амсорий ну извини между прочим извини если тебе обидел ну пожалуйста не так может но дух и святом этот номер не придет достойный я читаю и встал тот же час возвратились в иерусалим и и нашли у месяца 11 апостолов и бивших с ними на почему а почему они так получилось что пришли а вот там если было сказано было написано что он был взят от них вознесся как написано как он вознес на небо да или был переселен капостолом было написано но об этом не написано братья и сестры внимательно читайте библию что он был что сказать друг другу куда что открылись у них глаза они узнали его но он стал невидим он продолжал идти но они не увидели они пришли и увидели вот так слышите вот какие мы христиане вот какие мы последователи вот как мы любим господа как мы нуждаемся в нем иногда чтобы собрать не следила мы почитаем пару стычков так бегло без всякого смысла рассуждения в них или же есть такое я прямо скажу не делайте этого так не поступайте ну открою что откроется вы что библию гадалки идут ли что вы что делать из библии это вернейшее пророческое слово божие возьми слово стану на колени и скажи здесь письмо здесь мои ответы здесь мои вопросы дай мне дай мне учишь меня наста у меня укажи мне вразуми меня а не просто где так написано что я обращаться словом божиим где так написано чтобы словом божиим вот так получать ответы возьмите от самого иисуса христа молитва слово слово молитва а у нас молитве нет желание читать но ответ надо ну вот я открою что там нет и знаете один на этой неделе один человек так служил богу так молился на языках жена приехали он так молился так читал что приехала полиция 2 или 3 машины он так обкурился в руках что он не соображал уже и значит что он говорит когда позвонил а я читал библию мне открыл библию мне открылось такое слово исаи и там смотри брат вас да смотри скажу пел обкуренный обдолбанный тебе господь открыла да бойся бога что ты делаешь остановись да без их тебе говорят уже и тебя бог не скажет никогда при этом состоянии но ты манипулируешь показать то что ты ты же богу бог сказал бог сказал все поклонятся все покажется по другому пока перед всеми что я прав ну слову боже да да и сайта написано да есть такое но бог ли это открыл ему вопрос о чем я думаю поймите меня правильно я говорю сегодня духе святом и роли духа святого если мы не пребывая в слове и в молитве у нас ограничен дух святой и мы не будем исполнить и дух святой не может у нас действовать которые говорили что господь воскрес явился символом и они рассказывали о проезжающим на пути как он был и узнан ими в преломлении хлеба когда они говорили о всем сам иисус стал посреди них и сказал им он пришел он был ведь они собрались а я не рассказывает свидетельство что видели рассказывает о логич мир вам они не видят что он стоит уже давно а почему они не почувствовали весь только увидели и столько присутствовали и здесь смотрите что когда они рассказывали как написано и так надежало построить сын мир вам рассказал и он дальше не объясняет и сказал им вот то о чем я вам еще был с вами что надлежит исполниться всему написанному о мне законе моих серии и пророков и псалмах тогда тогда то написано было раньше что когда открыл глаза они открыли глаза они не видели а здесь он говорит что дальше христос тогда отверг им ум укрозумения острова и будете тогда а когда оберчен естественно ими когда ничего не знаю ничего не видя ничего не ведаем и мы в одном страхе под над ним страхом и в одном давлении мы не можем понять что снова происходит и он говорит что открыл отверг и ум к разумению писания и сказал им так написано и так надлежало пострадать кресту его с крестом из мертвых третий день и проповедано быть вот имя его покаянию и прощению грехов во всех народах начиная и русалима с иерусалима вижу и свидетели сего чего то что я говорил вам перед страданием то что я говорил вам ходя вместе с вами вы же свидетели и то что произошло то о чем я говорил вы же свидетели почему они не сказали никто не слова и господа заменит никто из учеников с присутствующий там я сказал иисус прости прости но закрыто вот этот разум был закрыт глаза закрыты мы привыкли что мы твои дети с тобою нам хорошо ни о чем если что то знали иисуса ученики имя его близкие мы члены церкви мы крещеные духом святым мы посажены на небесах но извините так написано кто посажен на небесах кто с ним кто пребывает во мне и я в нём аминь а если сегодня в беспечии в ленности равнодушии в духе обиды каком я посажен месте на каких небесах преисподня зла обиды неверия страха вот я посажен но не духом святым а духом обиды неверия страха беспечия ленности гонусе я как бы давить его не говорил я прошу ты не якорь что мы не якорь он не доложит нас да я да я да я мы должны и знать то что иисус и на этой земле и прошел все знаешь и я бы хотел сегодня чтобы мы перед тем как молиться пришли богу с покаянием не ансорий а чистосердичным покаянием открыть ему свое сердце и сказать когда я огорчил дух святого когда я когда видел других на себя все про всех на них себе это и есть окончение святого духа чтобы когда мы видим все и всех я помню однажды это было еще когда у богатого служителя я сказал во время проповеди то что вы 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 и бог сказал то что ты говорил в проповеди будет вы 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 возьми все себе это ты виновен ты проблема в тебе и через себя церковь в этом состоянии почему первое что ты пастор второе ты пастор домашней церкви ты христианин ты должен вы свет миру вы соль земли вы если в тебя не дать то не говори вы а скажи провалитесь обо мне я первой крестую перед вами говоря слово не имею поможания не имею ведения не имею откровения всех пиху все знают про все голову но я себе что я погибаю мой дом моя семья а я говорю вы вы я не вижу себя глаза удержаны разум закрыт а я говорю на иных языках а что же тут за языки что открывает моего состояния что же за дух святой что открывает моего духовного состояния что это за состояние о чем мы сегодня говорим о духе святого роли духа святого мы хотели чтобы эти ученики хотели чтобы христос быть с ним он говорит спокойно как мы многие успокоились а вот когда какой-то диагноз ужасно звезли вот тогда уже господи а где же ты а где же ты а почему а зачем а что же делать его все колокола помогите 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 внимательно прослушайте или когда обратите внимание если у вас есть радио мви я скажу раньше как то еще можно было слушать но сейчас я просто уже выключаю там такая музыка это все-таки сейчас идет есть иногда хороший но я смотрю как рука его других там как выключать может и циба и два часа часа больше часа говорить дают а таких как рука его на полпроповую девок обрывает выключает почему истинно режет не нравится и не хочется слушать и так молитесь 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 наркомания алкоголь развод муж вернулся жена ушла еще больше и больше это что пятидесятница это пятидесятница это пятидесятница это мы о чем говорим я скажу что такое пятидесятница это я в том числе не только вы или что еще не достали дают мне времени евреям агентство глава представить сих и что же еще скажу не достать я не достать мне времени что и повествовать область о видеоне обороте по самсуне и афаи давиде самуилы и других пророков про то не читай библию которые веры и побеждали царство творили правду получали обетование заграждали уста любовь угошали силу огня избегали острые меча укреплялись от немощи были крепки на войне из и прогоняли полки чужих это дух святой это роль духа святого на земле это роль духа это пятидесятница я бы хотел сегодня первый я сегодня я вчера этой ночи тоже в господи каждый год пасха пятидесятница сошествие судового духа но все без изменений остается религия религиозность и больше угошали силу огня угошали силу огня дорогие братья и сестры но вас поскал но не только не угошаем но мироспаляем огонь что-то за дух святой что-то за действие духа святого разжигать огонь что это за роль духа святого разжигать огонь церкви разделение церкви не выдавание говори все вот так вот так вот так но это же для чего для того чтобы знак закрутиться и заколотить всегда это есть разжигание огня вот и горчине духа и потом мы будем говорить на языках угошали силу огня вот дух святой вот роль духа святого не распаляли не а угошали я вижу себя помню много еще из того что я знаю что не нравится и обида и гнев и спирчивая вот почему у нас нет вот почему нет исполнения вот почему нет сегодня горение избегали острые меща укреплялись немощи были крепки на войне сегодня отцы и матери я обращаюсь к вам дальше к молодежи а сегодня мы так стоим на страже а мы не будем не поможем не помогает не помогает там не помогает там и больница и еще другое третье мы не можем мы не можем это жены получали умерших своих воскресенье жены получали умерших своих воскресенье это и духовно это и физически видите, в каком мы в бедственном состоянии и мы сегодня говорим о этой Десятнице насколько мы огорчили Духа Святого насколько Он огорченный Дух Святой нашей жизни это просто мне не хотелось закрыть Библию, ставь на колени и кричать до Господа Господи, прости и помни, жалки мы не угощаем огонь мы не встаем против борьбы, чтобы прогнать чужое ей войско, нападающее на нас нас все семьи, на самих пленях, на самих пленях милые братья Господи, давайте мы задумаемся над этим что сегодняшний день передвигательности день совершенствия Святого Бога почему, почему мы столько лет с Хельсианским встанем у нас такое тяжелейшее духовное состояние почему сегодня Дух Святой просто мучает потому что мы говорим о ссоре а Он хочет ссорить доисторное покаяние извинения жены получали умершие своих воскресенье иные же замучили были, не принесли освобождение дали получить лучшие воскресенья другие испытали поругания, побои, а также узы и темницу были побываемы камнями, перепеловыми подвергами, пицками умирали от меча, скитали в милотях и пользе кожи в пользе кожи терпяние достоинства я могу и дальше читать то, что сейчас вижу, я не то что не хожу я не могу больше покаять но просто старт, не хожу, не покаять я не могу больше говорить тему о том состоянии, что Бог покаял о каком мы находимся и мы не сможем услышать ни Исну ни Слова Божьего ни познания потому что Дух Святой не ограничает я не хочу, чтобы во время проповеди еще бы обращался Дух Святой на ночь я хочу, чтобы Дух Святой действовал я хочу, чтобы Дух Святой работал чтобы мы оценили, что такое личность Дух Святой как Он нежное что даже Сын Божий дал поведение дал Ему и себе Ему и знаете, когда жены получали умерших кто-то меня спросил, по-моему, когда мы ехали в Мичиган или ну, кто-то, братья спрашивал по дороге или на этих исторических христианских местах за эти места, где были в Риме сделаны это, помните, где звери терзали я говорю, да, это места исторические но мне очень хотелось бы быть там на тех местах, где были живые костры где столбам были привязаны христиане и их сжигали, а они первые молились и знаете, когда я встал на том месте я говорю, Господи, из этого земля она пропитана кровью святых отсюда возносились молитвы последние словословия и знаете, когда людей там выводили звери я, хотя мне в Мичигане задал вопрос один из братьев почему ты сегодня об этом никуда не говоришь как так? я говорю, не вернусь и не хочу, чтобы люди прижили но мне было интересно, почему я очень просил у Бога попасть в Рим я когда сказал одному из своих друзей в Германе он сказал, еди а он свою машину повез меня туда на эти места он сделал отпуск на неделю с работой и так уехать я вот, знаешь, для меня чего я хочу увидеть это что когда я был там, я видел там этих христиан, которые в Гореве построены и я с ними говорю они рассказывали я видел тех, которые выходили и любители в зале бывали звери молодые, юноши, девицы разных возрастов мне было очень интересно увидеть все встали увидеть то место, что они рассказывали конечно там совершенно то запущено, не то но я что хочу сказать о Духе Святом они все говорили одно и то же если бы не Дух Святой если бы я был не исполнен Духа Святого я слышал бы Бог огня Питер но когда был исполнен Духа Святого я не слышал этого это когда молодые братья сестры девицы они говорили когда нас сжигали или там когда зверя я говорю что вы чувствовали что у вас было от меня ничего не чувствовали нечего мы видели Иисуса Христа ангелов и славы Его распросят все этими руками и ведет ко мне я принимаю вас не пели Духом не молились Духом а как мы молимся да Леоня как мы молимся спим списано недуге да это духовный недуге и очень серьезный недуг и нам пора уже пробудиться пора уже статнострат когда мы будем молиться исполнившись Духа Святого когда мы будем молиться и петь и говорить исполнившись Духа Святого милые братья и сестры эту тему дал мне Господь сказал что это и я в том числе это сегодня твое и мое состояние если мы сегодня не покаяемся и не просим прощения у Господа и у Духа Святого нам Царство Божие не видать мы напрасно топчем дома порога пороги Дома Божьего напрасно напрасно мы обмануты жестоко обмануты своими языками своими но не языками Духа Святого потому что если бы мы говорили исполнившись Духа Святого на языках моя жизнь меняется мой разговор меняется мое мнение меняется мое поведение меняется мои взгляды меняются мои приоритеты меняются они будут изменены но сегодня мы ничего не изменено кроме того что у меня есть языки и из языка его я видел это очень страшная картина но я видел тех исполнивших Духа Святого которые не видели зверей когда рвали когда за их горло хватали звери она молодая и она говорит я видел когда бежал этот лев на меня я увидел эти большие зубы я увидел как Христос впереди стал между мной и им и он забрал меня только увидела себя уже как лев там мою плоть терзает вот что такое исполнив Духа Святого ты не будешь чувствовать что тебя поносит ты будешь чувствовать что тебя обижают ты не будешь чувствовать этого что я не понимаю а тут ты видишь Адама Адамовича обидели не поняли не услышали не согласились с Адамом Адамовичом и он уже бухтит пихтит меня не понимает меня не прислушивается но это говорит я я я оно не умерло оно живо оно живо и там ничего общего с Духом Святым нет о Господи помоги посему имея вокруг себя такое облако свидетель сверкнем в себе всякое время и запинающихся на земле с терпением с терпением будем проходить принадлежащие нам облищи и имея посему имея вокруг себя такое облако свидетелей вот они я зачитал это те все он говорит недостаточно времени повествовать о гибионе авараке ассамсоне афае давиде самуилы я хочу еще сказать седрах месах и абдинага мужья исполненные духа святого вы в духе святом да не им муж молитве почему мы оттуда не подражаем не берем почему мы так как это у мира вы знаете когда я то есть вчера прошлое воскресенье говорил там вечеране если вы заметили это просто так сказал не просто но сказал так сказал между сказал тот мой что бог открыл что то что сегодня красится как мы обезьяны это так бог смотрит сегодня на народ что мы перед ним так выглядят пришли в дом божий и насмешку делают с Господа и с Духа Святого отми хочу платок хочу нет хочу полу на огонь приду а ты попробуй мне скажи когда сказал их вынесли они закончил проповедовать а почему кто их выберет выберут кто угнал без демон это страшная картина я подошел спросил их да а кто ж угнал церковь назвал нас обезьяна а ты смотрю а что ну вот это еще мало сказано что надо было больше тебя найди вот я сказал про про как они пошли своим ходителям пожаловаться но я родители поймите покуда вы не станете в колонне покуда вы не увидите себя с с вашей домом с они служит богу где ваши старшие службы вот это двое на между делом дорогие мои братья и сестры я бы хотел чтобы сегодня мы остановились каждый над собой я не говорю чтобы я сегодня провел Виктора Сашу или вас влявших здесь я не к этому сегодня я сегодня хочу чтобы вы каждый себя я себя господи а где я сегодня где сегодня я дух святой не горчон не выскажите с вами все по-равному слушайте дальше 1 Иоанна я вот буду может не все подравно выборочно 2 главе дети сию пишу вам чтобы вы не согрешали а если кто согрешет то мы имеем ходатайя пред отцом Иисуса Христа он он есть умер в стремлении за грехи наши не только за наши но и за грехи всего мира а что мы познали его узнаем из того что соблюдая его заповед слышите как поверяется экзамен тест исполнение духа святого исполняем его заповед давайте мы возьмем два момента возле господа бога твоего всем сердцем разуме и душа крепость это есть не исполняя заповед это есть вершине духа святого знаете мы не можем не исполнить первую заповедь быть исполненным духом святого а если не исполнить духа святого значит я не могу говорить на языках а почему не а что мы познали его узнаю из того что что соблюдаем его заповеди а кто говорит я познал его но заповедь его не соблюдает тот истинный христианин да тот лжец скажите лжец огорчил дух святого или нет если они исполняют заповеди я все имею к вам но не к себе я вижу вас на себя я лжец что мы привыкли особо когда во время проповеди сказать вы 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 если это тебя открыл бог и сказал вещи называть своими именами я согласен но если я говорю своего разума убойся бога вот как сегодня мы слышали давид говорил чтобы не я колбасе ты будешь лежать и там поехать а кто говорит я познал его и на заповеди он не соблюдает тот лжец и нет в нем истины то есть слово божие слово божие есть истина слово божие есть истина и истина это господь так написано кто это садик на белом конец праве не читайте одежда его обогрянная кровью да голове и один имя ему а я его не читаю видите к чему мы идем где обращенный дух святой и как обращается дух святой и как мы не имеем духовного роста не имеем духовного подъема не имеем духовной жизни не имеем пробуждения обновления не имеем брат Виктор сказал о том что сегодня что я говорил что если бы да я говорил такое это не ядно тогда бог сказал если бы мы ходили в свет в слово исполняли его заповеди любили его исполнить души святого мы давно бы здесь не умещались а как господь сказал а и тут и есть это горсочка и те съедают вот каком мы духе вот каком мы исполнили но зато на языках но зато на языках давайте задумались каждый себе давайте не смотря друг на друга да у меня все хорошо а я сегодня прошу с первым предповедником если я возлюбил господа всем сердцем и разумением душой и крепость и исполнить дух и святого я смогу молчать хочу проповедовать а потому что у меня не принимая со мной не соглашаюсь мини солидарствует возьмите первых учеников возьмите самого иисуса христа за то что он говорил в его больше было друзей все меньше помните сколько было сотни семьдесят осталось двенадцать и то из двенадцати и одного не оказалось рядом трудный момент а что ж мы хотим к себе такого внимания а кто соблюдая слово слово его слово его в том истинном любовь божия совершилось а кто соблюдает жеме читай пребывает вот это вот оно исполнили вместо этого а как это понять исполнен дух это кричать громко на них языка вот смотрите что а кто соблюдает он не может не соблюдать он не может не читать он не может не молиться потому что в нем дух святой этого требует жизнь этого требует он не сможет жить а мы можем и не читать и не молиться а мы можем и у нас получается и местами не слово не пластового по-русски и украински и все еще сегодня стало модерна что же там проповедники проповедовать на таком-то греческом по переводе на ординале переводе там какой-то братья и сестры значит что бог сказал я сказал что я получил его смотри что садана сделал на библию сках мы же унес яблочко принес там библию ну да но не библии видео и и не стало даже украине я бы сказал не знаю сколько процентов проповедников особо тех высоких они живут они планшет идут с ней я даму сказал слушай а где ты взял ох какой пилосов стал во ее и мне потом так покрутил виску и все такое вот цепляет здесь все и толкование все я расскажу не значит а зачем намерется решать кого бог будет судить судить народ русских по русской библии украинских по украинской узбеку на узбекской библии реку по греческой библии и ничего турец истолковая она таком-то толкование такого на таком-то языке такой-то бог меня будет свитеть не спрашивать на русском языке и по русской библии и если я буду сегодня толкование искать чтобы где-то что-то найти и уже немцы давно слушай а у нашим немецком да там еще в таком-то переводе арминальном наше немецко написано что если тебе это жена не нравится может найти другую ну а сегодня новые переводы есть и давайте читать эти новые переводы библии давайте живите по ним то сегодня церкви сегодня так и десятки 50 процентов в разводе это будет может какие-то процент останется что не будет разводиться позволяет разрешаем и вот здесь слово божие не дает нам право отступать кто соблюдает слово его в том истину любом божьи кто соблюдает исполняет живет в нем вот она исполнение святого духа вот он наполнение святого духа слова божия живо и действия острее обоюдоострого меча проникает друзья души и тела состава и мозгов и суде давайте смотрите как ли мы сегодня исполняет а кто соблюдает слово божье в том истину любого божья поэтому мы не будем говорить как сегодня было посеркнуто братом виктор о том что мы не душно сюда да да мне бог сказал такой пробовали а ты говорил а ты и вот я стал а ты и дадушно не пришлось опустить голову и скажу господи нет это чушьких тыков а зачем ты это делал ну пальцем ты 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 я не имею что он дать у меня нечего удать мне нет силы огня огорченный дух святой нет молитвы и за то что я проповедник не исполняю духа святого годами мучаю вас мучаю вас своими горе не можно назвать проповедями я мучаю вас потому что я не пребываю в боге и боги бывают во мне а я кричал дух святой давно не исполнил духа святого что может говорить от бога человек там все однажды я на украине стал забыл там и там один брат стала пробовать и начал что почему и зачем и почему рынок поднимаясь то отпускается ценные расценки ну политика я до поставил услуги остановить этого политика на не место политику говори сегодня вот это хочет там все по бесовские духи там пусть меняется мнение куда служить и подал ему записку что кому-то не нравится без и шумлят ведь что почему экономика падает потому что там тот виноват хорошенько в том-то я уже не видела не муж людей выйдет иди на крещатых там нуждаюсь таких как ты такие как ты здесь нужно слово господа и слова больше понимаешь ты понимаешь что ты говоришь ну да ну что же извините поймите мы можем порой а господь говорить о том кто соблюдая слово божие в том если любовь божия совершилась и всего узнаем что мы в нем вот почему ученики не узнавали не видели иисуса христа они были возле него но не в нем не они него вот и проблема у нас сегодня во мне когда я не пребываю во христе христосом не знаете жутко и станция всего края за все это настолько все обрушает на тебя что ты не знаешь что даже делать и куда двигаться она когда ты в господи господь тебе и лишь ты будешь радоваться ты будешь бога ты будешь славить потому что что больше может быть когда ты в господь господь это гарантия твоего спасения гарантия твоей личности кто говорит что прибивает в нем тот должен поступать так он поступал ой вася проверь себя а ты поступаешь так почему мы не исполняется документ мнение людей на нас так действует взгляд на людей на нас так действует мнение еще что то другое со стороны на нас так действует почему естественно потому кто говорит что прибывает в нем тут нужно поступать так как он а ну-ка давайте так вот мои братья это право с братьями общаться вот здесь сидят жены и дети давайте вот экзамен мы можем сейчас подойти и сказать своим женам дича и прямо сказали вот я перед тобой я вижу себя идеальным отцом и мужем а может я чтобы не вижу и мы услышим что наши жены скажут у нас как они в тихарам уже плачут чтобы не видели когда последний раз мы вместе с ними молились когда последний раз я видел свою жену радуюсь сияющим лицом когда я сказал и ласковые слова когда я хотел чем-то помочь что-то сказать или я хозяин дома я зашел в одном доме дом и там жена ну что-то сказала такие вещи не хочу и говорить а он так посмотрел и назвал ли по имени кто-то в доме хозяин как начал повышать несколько пульсом но там я в дорогой все понятно тебя все диктатор и твоя жена при этом будет рожить как лист особый при твоем появлении она не видит тебя не ласка и не понимание не любви не за им нас и тебя обязанности это твои это твои это твои ты знала за кого вы хоть и знала чего ты хотела быть так надо было сидеть одно не выходи замуж а тебя мне это стало это его претензии сделай то подай то принесите помоги то надоело это было создавание босса долгисла но ты не раскаяния не освобожденный грех на тебе все не да и все бурный ты хочешь только так как ты и для тебя для тебя на тебя истины а дальше когда когда возлюблены вот он говорит топлива туру и что прибывает в нем тот должен поступать так как он поступал а так ставьте на место это жена что я говорю ночью говорила на такие слова слова не очень а я да я хочу быть в этом доме я хочу я эту семью а господи войти я хочу тут был да это нужно было такие слова сказал не так больно вот я сейчас поговорила с тобой я видел себя как я много раз убежал своим словом но было закрепно понимал я вот он должен знать он должен понимать мужья так же и мы а мы понимаем наши жены когда они нуждаются в нашем понимании в нашем связи не очень страшно когда я встречаю семьи когда там отдельные подобная крыша без документального развода в разводе что-то она не имеет права что-то взять для себя то что и хотела сам зная за столько лет все твои же не нравится сам принеси это если жалеешь там деньги то принеси на в росте покажи кроме же не христосу так и поступал на этом мои деньги я заработал еще учили это что такое доминая печь справа с ним на тяжелейшая работа а ты его больше не посидел там на траке просмотрел фильме влево у правого вы спасали себе вам ее спальника то насмотрели и приезжает домой царевич и и все жена все чтобы было все как я понимаю жена жена и жена и уехал ну если на траке так долго ежедневно как он говорит один говорит ну вот так хотя бы это пошло на работу кто-то говорит хотя бы не мозоли на глаза это уже старики на пенсии и мозоли друг другу понимаете что он говорит в другом состоянии отцы и матери мужья жены пересмотрите свою жизнь почему не сегодня огорченный дух святой нашим поведением с нашими женами и детьми что вы видите что слышать дети ими говорим о духе святом о пятидесятнице о том что мы сегодня не живем оставьте так на место а здесь так поступил женой крисос а здесь бы так ответил ей а здесь бы он помог бы или лежал эй иди там твое горлатое не дает спать это слышь она бедная а у него нет нет ты его родила вот он дух святой вот его исполнение духом святым вот оно что он говорит кто говорит что пребывает в нем тот должен поступать так как он поступил а христос так ответил а христос так и поступил возлюбленные пишу вам не новую заповедь но заповедь древнюю которую вы имели от начала заповедь древняя от слова которое вы слышали от начала и опять мы приходим в слово видите никак мы его не обойдем и без его не можем ни идти ни жить ни существовать а мы можем и не читать и не молиться и нас во умудренно сегодня 50 веса новые 21 век но это не духа святого поступническая но притом новый заповедь пишу вам что есть истинно и в нем и у вас потому что тьма проходит истинный свет уже свет кто говорит что он во свете а ненавидит брата своего тот еще как это можно как это можно не любит брата а как можно не любить там и сестру потому что не упускает а потом и собираем детей и делать мы не хотим быть такими христианами как наши родители и не хотим иметь такой жизни мы видели их жизнь я видел отношения отца с матерью я не хочу да трудно я понимаю она не хочу выходить замуж я не хочу такого мучиться как моя мама я слышал не один раз десятки сотни разы послышал но скажи кто за это ответит пред Богом отцы это ответственность наше отношение друг с другом кто говорит что он во свете а ненавидит брата свою тот мы одну сторону взяли мужа и жены семья не понимает не уникает не интересует тяжело и больно ей может есть что тут хотя бы просто моя улыбка иногда как я помню один брат принес узнал и услышал и говорит ну думаю уже искуплю вину за все годы там он берем вот такого веника принес а то святого она взяла зачем мне тут веник ты принес выбросил ему так в глаза он стоит порога как окоплю а что это говорит тогда когда я нуждался в своем понимании тогда когда детки были маленькие и плакали потому что я уставший хоть покулаши чуть-чуть ты что не ржался когда я нуждался в твоем слове пониманию взгляде понимания ты требовал своего добивался своего и кричал его еще обижался если не то 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 и так дальше теперь мне просто к тебе осталась одна ненависть вот она кто говорит что он будет во свете обратно ну теперь еще одну сторону хочу светить то есть поставить на место братья мы любим всех братьев сестер но я теперь буду искуплять и принцель то есть перед Богом и перед вами мой брат Виктор сказал что здесь произошло предложение было у нас был с ним разговор он мне позвонил сказал что хорошо бы было свадьба отменяется сделать на и выходные попадают я даже не знал что это выходные сделать служение дуально его хорошее дело и я не против но чтобы не было проблем проблем как в прошлый раз в прошлое служение согласовать нам на церковь и без церкви не имеем права что-то решать так если бы брат Виктор потом произвел вас тут решение особое что было высказано при исполнении Духа Святого что три человека отменили или лишили сто человек благословения это любовь или любовь и одной стороны любовь и другую вот оно если мы не видим вот оно мы не вошли в ситуацию мы не вошли в обстоятельства я вам скажу вот так как Бог сказал что это что вы назначили это воскресенье лучше бы не делать в таком состоянии как вы сейчас отцепнул ну хотите ну сделали а если была жажда то надо было из пятницы начинать молитвенное служение о том что его помиловал спас наших близких родных сделать молитвенное служение с постом не надо это вам в столы по всей молитве поужинали вот так надо было бы сделать а это вы делаете вы и что будет у вас просто собирайте людей просто будет поверьте мне я бы согласился даже отменить его вообще по проблемам нас люди придут они хотят покушать духовно я знаю мне звонят когда даже звонят такие люди которые меня не знают мы слышали там есть служение такое такое что было отменилось оно будет не будет я бы хотел на любви хотел нас много хочет приехать туда мы не знали и а что им дашь куда здесь вот на тот состояние что пирожками капусту и тушеную чем это это голубцами 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 да нет вы дайте им с меня бог спросите почему я почему во мне дух святого не работает почему во мне помазание духа святого не работает почему я за это отвечу в ответ не четыре человека а все меня зовут все в том числе и я и ты будем видать то что мы не сделали что мы должны как мы должны жить как мы должны быть исполнены духом святым владими духов святым это говорит наше духовное состояние вы же мой помоги я пропускаю потому что я так очень долго это тема который бог давал я должен говорить что-то самые основные моменты я передам я даже не закончу сегодня а кто ненавидит брата своего тот находится во тьме и кто во тьме ходит тот не знает куда идет потому что тьма слепила его глаза слушайте надо еще пророчество откровения для нас чтобы что-то бог сказал вот вот вернусь ко мне сегодня что вася ненавидишь брата сестру находишься во тьме и ты не знаешь куда идешь потому что тьма слепила твои глаза вот вот рядом стоит а я его не вижу он в моем доме а я его не вижу и кричу господи где ты почему ты не даешь ответа совета помощи он рядом как кем из дороги и маус он рядом он идет он живет он рядом он говорит доброе утро доброй ночи а я его не вижу а я как будто он стал для посмения пишу вам детям потому что потому что прощание вам ради имени его детки это драма пищу вам дети потому что обращение пишу вам дети потому что прощали ради пишу отцы отцы этих детей потому что вы познали сущего сначала пишу вам юноши молодежь девицы потому что вы победили у кого победили вопрос победили если искать да я скажу нет посмотрите себя подойти в зеркало посмотрите на себя какие одежды нравится ли она есть зеркало слава боже нравится ли она иисусу христу нравится ли она кресту если он смотрит на меня вы знаете вы знаете когда-то я по-моему расскажу знаете не буду это сегодня повторять что было церковь церкви это надо было за почему почему не проповедируешь как одеваться как все а мне бог сказал я не послал тебя тебя сюда переодевать твоя и то что я хочу чтобы ты сделал покажи им дорогу ко мне чтобы они встретились со мной перед личной встречей со мной а это больше не твоя проблема отцы и матери братья служителя и проповедники не проблема сегодня молодежь проблема у нас родители у нас что у нас нечего дать поэтому сегодня молодежь по бумагам сегодня молодежи трудно надеть платок на голову или же так отцепно наденем чтобы просто не отстали от меня одеваемся но внутри я помню когда одному брату у нас было такое тогда когда еще был молодым юношкой и сейчас молодым хотят что-то показать что-то видеть галстук и этот брат вместе дружили а он любит галстук до смерти люблю а его братья а там братья церковь это это когда и еще другое но не дала на охоте проповедовать он вышел на проповед голове говорю а оно не идет братья и сестры простите меня я снял галстук чтобы дали не а у меня галстук такие на все такое у меня его нет на мне такое то есть в сердце галстук на всю галстук они забрали у меня ну вот я лицомер запил это все мы можем братья говорить не делайте не одевайте не краситься не то вам еще запрет плод всегда сладок но если маме дает ему повод если мама поощрает как я видел и слышал когда маме советует дочерям одеваться так надо кинет глазом выйдет замуж да кинут но такие самые похотливые возвратные и потом такая как вы проведете юность так вы проведете старость так вы проведете старость помните пишу вам дети отцы юноши потому что им победили лукавого вот почему мы не имеем успеха мы не победили лукавого пишу вам отроки потому что вы познали отца отца познали отца это уже тебе сына писать да уже папе сидит бог этого хочет я написал вам отцы потому что и познали безначально что шутки отцы написал вам юноши потому что что вы сильные один братского сегодня слова божия истина чего написали души вы сильные сегодня ты юноша падает как слово не могут устоять перед соблазным миром алкоголем наркотиками фильмами музыкой и так дальше потому что вы сильные слово божие пребывает в вас и вы победили в руках не любите мира не того что умеют кто любит мир кто нет любви в очередь слушать а что это мир что это мир я хочу сказать вам одно что вы знали я однажды что в акраине столкнулся с одними было на крещатике встретился с одними они увидели и услышали разговор и подошли ко мне оказалось что это модели модели платье костюм и все остальное и они говорят ты затронул вопрос и ты сказал что каждый модель который выпускает знаменитые почему он изменил он дает свою душу дьяволу для того чтобы он дал им успех на бизнесе и поэтому это популярная одежда какая-то название я не буду называть но сегодня много есть одеяний которые люди эти модели или хозяева эти заключили контракт с дьяволом и поэтому модель модная популярная дорогая и она красивая и много христиан не понял он даже не знает того что он и носит и что он и носит и они знаете какие вещи мне сказали что какая это одна женщина она сказала да это правда я не как говорит от копейки до копейки я узнала я вышла сделала заключила договор с сатаною все и она самая популярная в Украине одна из популярных в Украине я говорю а что за этим стоит да сатанас сказал я тебя да все да но за это эти души которые будут носить одежду они все мои они все мои потому что они принос давайте мы будем просто больше внимательны к слову Божьему и читать слово Божие не любите мир и не того что умер кто любит мир кто умер любит очень ибо все что умер и похоть и похоть и чей гордость житейская не есть от Отца но от мира это дети последнее время антихрист придет антихрист и теперь появилось много антихристов то мы и познаем из того что последние они вышли от нас антихристы вышли от нас антихристы анти против Христа чтобы вы знали анти это против вышли из нас а мне здесь не нравится а мне здесь не подходит а мне то а мне то далеко тебе не надо а я пойду то я пойду туда отпустите меня церкви отпустите меня членов церкви мы поедем туда мы пойдем туда в другую церковь поднимать свое духовное состояние антихристы слушайте они мне были спали и о чем говорю что сегодня в Америке очень модерна и популярна до сегодня в Украине а в этой церкви не разрешает двойные братья пойдем туда там разрешают в этой церкви не разрешает по луна им ходить пойдем туда не разрешает это антих это антих и он говорит много появилось тех которые учит это вот антихрист кто-то учит это впрочем а вот это сейчас я только пришел к началу темы на этом я захочу впрочем вы имеете помазание двадцатый стих помазание от святого мы перечислили и знаете все скажите не нужно звонить по откровению до пророка ответьте а почему он звонит не надо звонить никуда не надо знаете все знаете что Бог сказал не надо правильно если мы будем жить вот так тебе позвонить тебе в дом будет бог тебе не надо тебе нужно колено не покаяние не извини господь не прости господь дух святой огорчил тебя прости меня зато зато огорчила тебя насрал на телефон а что сказано мне не нравится еще там а где ты не знаешь что это истинные сосуды сегодня ты не знаешь где ед здесь мне позвонил один человек и говорит брат фаса ты не хочешь регент пройти я какой регент тут летаешь на самолетах каждый раз я получаю столько этих лучей не 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 и что ну хочешь за и заезжай я буду очень рад ну все пойдем нет нет звонка я звоню одели ты знаешь плохо стало по дворе проехали мимо все обломался и поехали другую церковь где вас не знают и там давай другим проводить и только других проверяй но не себя и вам нужно наложить на устамолчание и каяться но все что нужно всего вы знаете все вот дух святого духа святого помазание тебе не нужно искать он будет тебе он будет говорить он будет открывать он будет утешать он будет укреплять он будет наставлять и будущее возвышать аминь халлилуйя это дух святой это не человек это дух святой который сегодня действует он есть огонь поедающий и он будет действовать он будет говорить он будет изменять он будет очищать он будет сжигать он будет обновлять когда мы будем искать и пребывать в нем в слове Божьем в молитве но когда у меня ни молитвы ни слова нет ни желания но господи хочу быть исполнен хочу откровение извините никогда этого не будет не может Бог переступить вот это что она ставит слышите дальше я написал вам не потому что чтобы вы чтобы вы не знали истины но потому что вы знаете ее но не познать между строк знаете ли познать я написал вам не потому что вы не знали истины но потому что вы знаете ее равно как и то что всякая ложь не от истины а мы ложь пьем как воду прогонит ну ничего кто лжественность не тот кто отвергает что Иисус Христос что Иисус Христос это антихрист отвергающий отца и сына всякий отвергающий сына не имеет и отца а исповедующий сына имеет и отца и так что вы слышали от начала то преданово если примут вас то что вы слышали от начала я сегодня слышу Итак, вы слышали под начало, то да, пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то вы пребудете в сыне и отце. Обетование же, которое он обещал, есть в жизнь вечную. Это я написал вам, об обращающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили. Помазание, которое вы получили. Мы видим, Ради и Сустрова. Здесь читайте, Духа Святого, которое вы получили. Это есть помазание Божие, помазание Духа Святого. Вы получили от него, у вас пребывает. Не пребудет день крещения, не пребудет пребывание. Пребывание. Это постоянно, круглосуточно пребывание. И вы в нем. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, не толкователи, не колледжи, Духа Святого. Вот где школа. Кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, оно истинно и не ложно. То, чему научил он вас, в том и пребываете. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение, не постыдиться пред Ним, пришествие Его. Постараюсь на этом закончить. Хотя бы отвечали. Это тема. Впрочем, помазание, которое я получил, пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, то истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, то не ложно. И знаете, я встречал людей много. На особо. Когда я увидел пожизненно, когда там братья сидят, представьте, которые были сутки, годами. И мы поступили в заочные библейские институты. Разные. Один призр закончил. Я говорю, насколько ты выше поднялся, скажи, молчи. А потом говорить, когда я прохожу. Я сказал им, что вот это вот место Писания вычитало лучшее, что Дух Святой. Господь. Я говорю, когда я учился, тоже в библейском. Здесь во Мире. И я не прекратил. Тогда Господь явился, показал. Я больше не пришел. Я готовился к занятиям, ответы, вопросы. Учился. Я очень любил. Мне было много толкователей. А еще есть некоторые. И много-много объяснений разных кусок. И знаете, я когда вникал, читал, и однажды я так зачитался, так мне не раскопался в одном вопросе. Это было 4 утра. И все никак не могу. Тот так говорит, тот так. И они все разные. И одно с другими не сходится. Я разбился. Вот это же правило пишут. Это же доктора, богословие пишут. Не может быть ложь. И приходит и воспользовывает. Ну что? Столкнулся с ложной правдой. И не знаешь, где есть страда. Не знаю. И что ж ты понабирал тебе в том бутру, что ты хочешь людям, да с этого. Это люди имели свое отношение, свое переживание. У каждого свой путь. Своя жизнь. Каждый идет своим путем. А я сказал, весь путь превосходящий. И вот это помазание, которое учит вас. Ты хочешь в этом институте учиться? Да. А что здесь плохого? Я хочу иметь. Будешь иметь этот лайтснесс, будешь иметь дипломы, дальше и дальше, бакалавры, богословие. Но таких Христос не мало. Плутил ухо, титул, которые сегодня братья имели. Иисус, я не имел это. Люди имели. И ты хочешь быть в числе их, то нет. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты лучшего. А, Иисус, ты точно хочешь? Да. Прости меня. Я не знаю. Я думал, что так лучше. В стране ты предупредил, я запрещал, что свобода хотелось сигнуть уже, что с познанием. А я видел в твое сердце. Чисус. Как ты хотел больше и больше. Я пришел к тебе, сказать, что я хочу учить. И вы знаете, вот это, что пишут толкования, объяснения. Вот когда он дает тему, он еще и показывает. Пусть им есть и Новый Завет, или там, как было в Одни Песа. Вот это шли ученики, по дороге, Новый Завет и Новый Завет. Он дает тебе видеть. Ты реально сидишь и видишь. Ты стоишь на коленях, и ты видишь реальный. Иисус, Новый Завет идет, рассуждает, ты слышишь, ты присутствуешь там, но наблюдать ему. Скажите, это нужно еще толкование. Так само то, что Новый Завет. Я благодарю Богу. Это не мое заслуга. В большие дня, так сильно Бог дает всеми, которые есть слава. И он показывает. Мало того, ты еще просишь, что он передать, и когда вы время пропали, как я сегодня сказал, что мне хочется крепить. Я хотел прожить. И Бог показал со стороны людей. Где они? Сидя здесь, а он не здесь. Я не говорю у всех. Вот так мы сегодня пришли. В 50-м. И когда я сказал, мне Господь показал, не делай это. Вот это еще одно. Это одно. Но времени очень мало. Времени очень мало. И не всегда так будет, про Иисус. Не всегда мы будем слышать. Не всегда эти люди вам будут надоедать грехи и истории, в том числе и состоянии, когда времени для кого-то уже почти что не останется. Для кого-то еще чуть-чуть. А времени в рецепт Господь сказал, очень мало. Потерпите еще немножко. Но придет день, когда будете благодарить Бога. Если исполните то, что остались в мире, вы не останетесь пустыженными, вы не останетесь в ней в дверях. Вы будете исполнить Духа Святого. Вы будете вадимить Духом Святым. Вы будете движимы Духом Святым. Вы будете иметь это помазание. И оно будет учить вас. Он будет пребывать. И не только будет учить, но через твои уста Бог будет давать и сливать другим пищу, чтобы люди пришли и получили пищу. Аллилуйя. Он силен накормить. Он силен напоить. В его изнеисчерпаемые источники благодати Духа Святого. И он на этом месте желает сегодня твоего и моего обновления. Встать на колени и сказать, час, проси, не вижу, слепой, разум закрыли, глаза закрытые, обида, зло, неприязнь, нелюбовь, осуждение. Помилуй, помилуй меня, что я кричал у тебя, Дух Святой, своим повелением, своей жизнью, своим разговором. Сегодня я нуждаюсь в очищении, обновлении и повозлении Святого Духа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok